МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С праздником вас поздравляю. Да, нет, всю мужскую половину, не только города Искитима, а и близлежащих городов, Берска и Искитимского района. Поздравляю с праздником. Ну, поскольку мы заявили тему программы все-таки не как 23 февраля, а все-таки как коммунальные вопросы, то хотелось бы вот с чего начать. Каждый год мы видим о том, что тариф повышается у нас на коммунальные услуги. Есть ли предел повышения вот этому тарифов? И до каких пор он будет повышаться? Ну, тариф повышается действительно ежегодно с 1 июля. Это связано с тем, что происходит индексация. Чтобы этого не происходило, надо департаменту по тарифам на сегодняшний день утвердить тот тариф, который должен соответствовать работе коммунальной службы. То есть сразу вырастить тариф в несколько раз? Конечно. Я как бы приведу пример. Если сейчас на горячую воду тариф, грубо говоря, 126 рублей, то он на сегодняшний день должен соответствовать в два раза больше. То есть порядка 260 рублей. Это тот тариф, на котором наши теплосети будут работать хорошо, ремонтировать, содержать балера в надлежащем состоянии. Это тот тариф для работы, который необходим. Сейчас тариф социально сдержанный. Потому что, ну, действительно, если резко повысить тариф, то будет не очень хорошо населению. Поэтому тариф социально сдержанный, и он компенсируется теплосетям дотацией с областного бюджета. В феврале из китинцы получили счета за отопление. Снова были неприятно удивлены. Некоторые суммы были на 2, иногда выше на 4 тысячи рублей. С чем это связано? Ну, это ресурсоснабжающей организации. В частности, в Центральном микрорайоне, это единая теплоснабжающая организация. Это Искитинская городская котельная сделала перерасчет. Просто, чтобы все жители понимали, мы платим ежемесячно за отопление, за период прошедший, который был ранее. Вот в 2021 году мы платили за 2020 год. То есть, если прибор учета с 1 января по 31 декабря выдал показания, посчитали, разделили на 12 месяцев и предоставили жителю. То есть, мы живем прошлым. Сейчас наступил период 1 января 2022 года. Посчитали, сколько было затрачено гикокалорий, разделили и получили, что мы нажгли больше. В связи с погодными условиями, холодная зима была. Ну, причин много. И поэтому, вот те гикокалории, которые мы нажгли, мы за них должны рассчитаться. И поэтому происходит перерасчет. И городская котельная пересчитала каждому абоненту и выставила счета соответствующие. А если человек не согласен с этим начислением, что ему делать? Что значит не согласен? Ну, он не согласен с тем, что, например, вот есть мнение, что зима была холоднее, чем, допустим, зима предыдущего периода, по которому считалась сумма начислений. Человек не согласен с тем, что зима была холоднее. У него есть данные, что она была теплее. Что ему делать? Для этого и существует и гидромедцентр, и показания, которые хранятся, и приборы учета, показания, которые действительно существуют. Он должен прийти в абонентский отдел из Китимской городской котельной, которая дает тепло абоненту, и попросить предоставить ему документы обосновывающие, почему произошел тот или иной перерасчет. Хочу еще раз сказать жителям, что перерасчет бывает как в большую, так и в меньшую сторону. И когда происходит перерасчет в меньшую сторону, никто не задает вопросов, а почему я же заплатил меньше, а не больше. Перейдем к непосредственной теме нашей программы по капитальному ремонту. Прежде чем поговорить о том, что уже сделано, и о том, что будет сделано, есть несколько проблемных моментов, с которыми люди сталкивались в 2021 году. В частности, капитальный ремонт в Южном микрорайоне дома номер 2 и 7, ремонт кровли. Люди несколько лет ждали выполнения обязательств по этому ремонту подрядной организации. Как там сейчас обстановка? Ну, обстановка стабилизировалась. Хочу сразу пояснить, что эти дома на специальном счете капитального ремонта. То есть, жители открыли специальный счет, сами собирают на этом, аккумулируют деньги на этом спецсчете. То есть, они как бы не в общей массе фонда модернизации. И они распоряжаются собственными деньгами самостоятельно. То есть, они через управляющую компанию сделали необходимые документы, выбрали подрядную организацию, потому что совет дома в этом тоже участвовал, в предложенных вариантах. И они приступили к ремонту крыши. Это не через фонд модернизации пошел ремонт, а пошел ремонт с инициативой жителей данного дома, что им необходимо в первую очередь сделать крышу. И они общим собранием принимают решения, предоставляют документы, и через управляющую компанию начинают проводить ремонт. Ну, тут в этой ситуации получилось то, что случилось. Подрядная организация слабенькая, которая зашла, не готова, начал коронавирус, людей чуть-чуть выводить из строя. Такая ситуация произошла. Но, тем не менее, общими усилиями всех надзорных ведомств... Вы вмешивались в эту ситуацию как администрация? Мы ее контролировали, вызывали управляющую организацию. Но вообще, как бы, вмешиваться мы не имеем права в это. Мы можем только следить и наблюдать. Подключали надзорные органы. А вот скажите, вот в чем особенности работы со специальным счетом? То есть, в чем здесь, скажем, не то, что подводные камни, опасности какие существуют? На что нужно особое внимание собственникам обратить, если у людей создан специальный счет дома? Вот смотрите. Жители собирают на спецсчете какие-то финансовые средства. Они посмотрели, что у них этих средств достаточно для проведения тех или иных работ. Они принимают решения и ремонтируют. То, если это в общем котле стоит дом номер 6 на 33-й год, он и будет стоять, ждать своей очереди. И в 33-м году придут и сделают те или иные виды работы. Вот в этом и заключается, что здесь жители как бы могут распоряжаться сами накоплениями на капитальный ремонт. А если вот этот счет... Ну, они же и несут ответственность, получается. Никто и не будет контролировать, да, этот ремонт, кроме них. Я правильно понимаю? Ну, совершенно верно. Правильно понимаю. И если там подрядчик не справляется, то что им делать тогда в этом случае? Обращаться в надзорные органы, в ГЖИ. А там также не скажут, что... Ну, это же ваши проблемы, это же ваши. У нас, конечно, жилищная инспекция здесь немножко по-другому работает. То есть она отстаивает интересы граждан. А город, муниципалитет не имеет права влиять на ситуацию, да? Мы влияем со стороны, у нас нету каких-то карающих или... Принуждающих. Принуждающих к этому. У нас нету договорных отношений. А если вот жители многоквартирного дома, например, платят фонд модернизации, все это время платили-платили, тут они собрали собрание и решили организовать себе специальный счет на доме. Вот те деньги, которые они платили раньше фонд модернизации, они куда пойдут? Они переходят на спецсчет. Они переходят тоже на спецсчет? Да, конечно. А со спецсчета фонд модернизации можно уйти назад? Ну, все можно. Есть такая практика? Все можно. Или чаще наоборот? Ну, вообще люди, когда открывают спецсчет, больше никто этим не занимается. И как бы не вникает. В том-то и дело, что у нас люди как бы немножко пассивные и пассивно относятся. А, ну, было раньше и было раньше. Если каждый житель начнет более предметно относиться в своем именно доме к проблемам, я думаю, и управляющие компании подтянутся, не будут расслабленно себя чувствовать. И вообще содержание дома гораздо улучшится. Казахин Владимирович, а вот кто у нас в прошлом году из многоквартирных домов привел свое хозяйство в порядок? И в этом году какие планы есть? В прошлом году мы сделали Чайковского 47, а крышу сделали на Южном. Крышу Южный 50 очень проблемный дом был. И там рядом дома стоят Южный 49 и Южный 51, которые мы планируем в этом году тоже начать реализовывать программу. В этом году сейчас уже приступили к ремонту кровли по адресу Советская 221А. Это за горсадом. Уже вышла подрядная организация. Уже вскрывают, делают, чистят. То есть, ну, в этом году планируем порядка 20 домов вообще по программе капитального ремонта отремонтировать. Разные работы, скажу сразу. Это замена лифтового оборудования, замена коммуникаций, ремонт крови. А с чем такой объем связан? Никогда же не было по 20, чтобы... Пришло время. Пришло время. Мы пишем обращение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, в фонд модернизации с просьбой о переносе тех или иных сроков пораньше, по работам. Потому что проблема с крышами, особенно с мягкой кровлей, очень остро стоит. Хотим в этом году попробовать начать замену газовых сетей. В уходящем году рекордная цифра была по переселению, наверное, жителей, да? Нет. Чуть-чуть поправимся. В этом году планируется. И на следующий мы должны переселить 36 домов. Ускоренная программа. За два года мы должны переселить дома, признанные ветхими аварийными, таковыми до 1 января 2017 года. На сегодняшний день таких домов 36. Планируем в этом году 14 домов переселить и на следующий год 22 дома. С чем связано ускорение темпов переселения из ветхого аварийного жилья? Потому что темпы были слабые, маленькие. Когда два дома переселяли, когда четыре. В прошлом году восемь домов переселили. Дома ветшают, их никто не содержит. От них отказываются управляющие компании. Потому что очень много домов ветхих и признанных аварийными. Это, можно сказать, двухэтажные дома, где проживают не очень, можно так сказать, хорошие и порядочные люди, которые не платят ни за что. Долг по квартирам образуется по 200-300 тысяч. Естественно, за содержание они не платят. Ни одна управляющая компания не будет заходить туда, содержать дом на бесплатных основаниях. А какой выход тогда из этой ситуации? Что делать? В этой ситуации выход такой. Управление жилищно-коммунального хозяйства закладывает в бюджет финансирование по обстоятельствам на поддерживание ветхого аварийного фонда города Искитима. То есть мы собственными силами готовим дом к зиме, где надо стеклим, где надо меняем участки отопления, запускаем дома в начало отопительного сезона. И на протяжении всего отопительного сезона мы поддерживаем их. То есть у нас заключен договор с аварийной диспетчерской службой, которая по звонку, обращению жителей, если это аварийная ситуация, выезжает и ремонтирует. Если вот эти 36 домов переселятся, то, во-первых, высвободится большое количество, опять у нас будет домов стоять, которые нужно будет сносить. А сносятся они у нас по новому закону сейчас с проектами. И сколько в итоге в очереди останется? Тут два момента проблемных, да? Большая ли очередь? Мы обратились к министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетике Денису Николаевичу Архипову о том, что в нашем бюджете не заложено таких финансовых средств на снос сразу всего ветхого аварийного переселенного фонда. И услышав нас, он нам будет выделять финансирование на снос переселенных ветхих домов. Надеемся, что нам хватит финансирования, чтобы мы не одномоментно, конечно, за раз все снесли, но в течение двух лет попытаемся... А сейчас вот сколько удалось снести из тех переселенных домов, которые стояли у нас в прошлом году? Сейчас пока один. Один пока снесли? Пока один снесли на Томской, сейчас Пушкина 22 будем сносить, одновременно приступят Комсомольской 46 сносить дом и Комсомольскую 33. Это то, что касается в центре города. Потом перейдем на Трудовую, в Северном стоит один дом, на Элеваторной стоит два дома и в Шипуново стоит один дом. Думаю, в этом году мы большое количество домов снесем, а вот к концу года, когда мы будем реализовывать программу переселения, когда 14 домов переселим, они останутся на следующий год. Так постепенно, думаю, мы справимся с этой проблемой. Сколько домов в Искитиме, в принципе, аварийными считаются сейчас? Сегодня, на сегодняшний день 56 домов. Получается, что минус 36, это 20 останется? 20 останется. Это те дома, которые признаны ветхими аварийными после 1 января 2017 года. А они, получается, дальше, да, отодвигаются немножечко? Да. Дальше, я думаю, программа будет работать, и мы будем тоже переселять. Давайте поговорим о городских программах, которые будут работать в 2022 году. Что в Искитиме будет происходить? У нас продолжают работать программы, которые работали в предыдущие годы. Это программа по комфортной городской среде, общественные пространства. В прошлом году мы приступили уже к работам в парке индустриального микрорайона. Уже поставлено освещение. Думаю, все жители, которые живут в ближайших домах в индустриальном микрорайоне, увидели уже, что поставлены фонари, они работают. Сейчас после схода снега подрядные организации зайдут, усиленными темпами будут проводить работы. То есть дорожки будут делать, озеленение, площадки. Думаю, все будет хорошо, будем отслеживать. Будет установлено видеонаблюдение. В общем, комплекс мероприятий, которые мы запланировали, будет продолжен. В этом году будем мы проектировать сквер Ложковского микрорайона. Мы выехали в Ложковский микрорайон, провели собрание с жителями, показали им эскизные проекты, предложили им дополнители, что-то исключить. Ну, сильных противоречий не возникло, поэтому проектная организация продолжит работать в этом направлении. Будем продолжать дворовые территории обустраивать. В прошлом году, если мы сделали первый этап на четырех домах, в этом году будем делать второй этап. То есть продолжение программы. Да, продолжение программы – это установка малых игровых форм. А новые дома будут подключены к этому проекту? В этом году, пока новые дома не будут включены в проект, то есть мы продолжаем обустраивать те территории придомовые, которые мы начали делать в прошлом году. В этом году продолжается также программа безопасной и качественной автомобильной дороги. У нас проведены все конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на производство строительно-монтажных работ по улице Украинская. Это от улицы Молдавская до выезда на федеральную трассу Р-256 вдоль ДК России и через весь Южный. То есть в этом году она будет отремонтирована. В этом году также проектируется ряд улиц нашего города для дальнейшей реализации программы. Это проезд от ГИБДД в сторону спорткомплекса «Заря» мимо 9-11 школы с выезда на трассу Р-256. Тоже проектируется. Проектируется улица Карла Маркса. А почему в прошлом году 4 дороги делали? В этом всего одно. Ну, все зависит от финансирования. Мы обратились к министру транспорта и дорожного хозяйства. Сейчас они рассматривают. У нас также продолжается проектирование улицы Береговой. Довольно-таки сложный проект. Сложный в чем? Сложность заключается в том, что она находится прямо в близости к водному объекту. Это доставляет дополнительные трудности в проектировании. Там надо ставить очистные сооружения по стоку дорожных вод в реку. Поэтому немножко притормозились мы, что мы второй год проектируем. Ну, а так, настроены, позитивно. Но проект будет завершен по Береговой в этом году? Обязательно. И когда там планируется начать работу? Как будет сделан проект, сдану государственную экспертизу, как будет получено положительное заключение, мы сразу обратимся в Министерство транспорта. Но в планах пока одна дорога, да? Да. В этом году пока одна дорога. Ждем дополнительного финансирования, чтобы сделать второй этап по дороге по улице Юбилейная. Юбилейная. От кольца, получается, на путепроводку? От моста. Мост мы не трогаем. От съезда с моста до улицы Советской. С реконструкцией светофорного объекта. Ну и последний вопрос, Константин Владимирович. Не за горами уже весна. Готовится ли город к паводку? И как нынче с осадками? Много ли выпало снега? Вывозится ли он с подтопляемых территорий? Да. Ситуация под контролем. Мы составили график вывоза снега с улиц частного сектора, с подтопливаемых территорий. Ну, хочу сказать, вот, разговаривали мы со службами гражданской защиты населения. Они мониторят ситуацию. По толщине снежного покрова мы по отношению к прошлому году чуть-чуть проседаем. Но по плотности снега он очень плотный. Потому что погода, которая была этой зимой, это и дожди шли, и оттепель сильная. Снег очень спрессованный, очень тяжелый. Промерзание грунта 45 сантиметров. Готовимся. Готовимся. Мы всегда готовимся. Проводим комиссии по чрезвычайным ситуациям. Всех оповещаем. Работаем, как и работали каждый год. Спасибо, Константин Владимирович. Спасибо. Уважаемые телезрители, у нас в гостях был заместитель главы администрации города Искитима Константин Сеничев. И всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова